На этом месте, в четверг, в это служение, в этот прекрасный вечер, что Господь позволил нам собраться здесь сегодня, предстать пред Его лицо и просто поклониться Ему, просто искать Его и по-настоящему. Давайте сегодня просто обратим наши сердца со всей силой, со всем вниманием, со всем сконцентрируемся на Нем, чтобы наши мысли, наше сердце, оно по-настоящему к Нему взирало, чтобы оно взывало к Нему и искало Его. И то, что приходят всякие мысли, враг есть тот, который пытается всячески сегодня сбить тебя с пути, не дать возможность поклониться живому Богу. Почему? Потому что если ты соединишься с Богом, ты получишь то, что тебе необходимо. И Господь знает, что необходимо, и знает враг, что если ты получишь, что тебе необходимо, то ему будет плохо. И Он, как говорится, для Него это потеря. И я хочу зачитать стих, всем известный, это Исаия, 53 глава, 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Аллилуйя. Смотрите, какие слова. Он говорит, что мы презирали и отвращали от Него лицо свое. Сегодня Иисус, мы верой принимаем, что Иисус здесь, на этом месте. И я просто всех призываю не отвратить сегодня от Него свое лицо, потому что великий Бог сегодня посещает церковь свою. Великий Бог сегодня здесь, на этом месте. Пусть наши сердца, они сегодня сфокусируются на Творце, на Боге Богов, на Господе Господствующем, на всемогущем, всемогущем Господе нашим Иисусом Христе. Пусть Ему будет за все слава. Пусть Ему за все будет честь и хвала, и поклонение, и прославление. Господь Иисус, Отец Небесный, Ты достоин. Ты достоин, великий Бог, принять. Господь Иисус, мы просто сегодня хотим склониться в наших сердцах, Господь. В нашем духе сокрушиться перед Тобой, великий Царь. Господи, прими эту честь, прими эту славу. Аллилуйя, слава Тебе. Аллилуйя, славим Тебя, Иисус. Аллилуйя. Благодарим, Господь, за победу Твою. Мы здесь, чтобы прославить имя Иисуса Христа. Мы благодарим, Господь, что Ты умер и воскрес, Господь, что Ты пролил кровь свою. И мы здесь, чтобы провозгласить это, Господь, еще раз. Прославляй Иисуса, прославляй, потому что Он воскрес. Аллилуйя. Он воскрес. Он воскрес, Он воскрес, Он живет с нами вовесть. Да, Он воскрес, Он воскрес, Будет праздновать воскресенье Христа. Он воскрес, Он воскрес, Будет праздновать воскресенье Христа. Он воскрес, Он воскрес, Будет праздновать воскресенье Христа. Да, Он воскресенье. Он воскресенье. Прославляй Иисуса, прославляй, Аллилуйя! Он воскрес! Он живет с нами вовек, Да, Он воскрес! Он воскрес! Будем праздновать воскресенье Христа! Он воскрес! Он воскрес! Он живет с нами вовек, Да, Он воскрес! Будем праздновать воскресенье Христа! Будем праздновать воскресенье Христа! Будем праздновать воскресенье Христа! Аллилуйя! В грозный рок от грома Эйти звуки Льва и Уверы! Цепи палит! 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 Пред тобой силы тьмы трепещут, Ерехон будет захвешен. Пред тобой ады, смерть бессильны, Саваок власть свою яви. Мы пройдем этот путь, Огнец Божий с тобой, Твоя кровь наш покров. Все преграды падут, Им преклонятся все, Пред тобою Господь. Пред тобой, пред тобой. Силы тьмы трепещут, Ерехон будет сокрушен. Пред тобой ады, смерть бессильны, Саваок власть свою яви. Мы пройдем этот путь, Огнец Божий с тобой, Твоя кровь наш покров. Все преграды падут, Им преклонятся все, Пред тобою Господь. И победа воцарит, Лишь воскликнет Эль-Шадай, Будет враг и смерть велен, От огня в его отча, Рав свободу обретет, В этот юбилейный год, Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шадай. И победа воцарит, Лишь воскликнет Эль-Шадай, Будет враг и смерть велен, От огня в его отча, Рав свободу обретет, В этот юбилейный год, Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шадай. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шадай. Лишь воскликнет Бог наш Эль-Шадай. Благодарим Господь, Что нету превыше власти, Чем Твоя Господь. Ты над всякой властью, Господь. Ты над всем, Господь. И мы благодарим Тебя. Ты сказал, что они познали безначального. Ты тот, над кем нет никого, Господь. Ты безначальный, Господь. И мы благодарим, что Ты царствуешь, Господь. Мы превозносим имя Твое, Господь. Спасибо, Иисус, за жертву Твою. Халилюя. Над всякой властью И над царем, над всей природой И всем, кто сотворен. Над всяким знанием и мудростью всей. Над каждым царством и троном встал. Над всем чудесным, что мир когда-то знал. Над всем богатством, сокровищем земли. Неизмеримо то, что значишь Ты. Ты был распят, призребный умолен. Мой крест с Тобой на крест был вознесен, Как цветок растоптанных пыли. Унижен был, Чтоб я воскрес, Тебе, Ашим. Бобово, Повоя. Бобово, Повоя. Бобово, Повоя. Бобово, Кис. Бобово, Натур. Бобово, Повоя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Зови к Нему. 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 Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Бог! О, мы славим Тебя! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Зови к Нему. Зови к Нему. И ради Господа, Бога Твоего и ради Святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Аллилуйя, Иисус! Боже, мы взываем к Тебе, Иисус! Боже, мы взываем к Тебе, Господь, и мы говорим все, что у нас есть. Серебро, Господь, все драгоценное наших сердец, Господь. Мы сегодня прикладываем на алтарь, Господь. Иисус, все драгоценности и царство нашего сердца, Господь. Мы сегодня обращаем к Тебе, Господь, и мы говорим, призри, Господь. Призри на эту жертву, Господь. Приди, Господь. Приди в силе Духа Святого Твоего, Господь. Тоже просто пусть сойдет огонь сегодня, Господь. Пусть сегодня сойдет огонь на это место, Господь. Пусть будет принята жертва хвалы, Господь. Жертва наших сердец, Господь. Пусть сегодня будет принята жертва, Господь, уст, Господь. Иисус, Отец, мы сегодня открываемся, Господь, перед Тобой. Господи, перед великим царем Иисус, всемогущим Богом. Господи, Ты сказал, что ищите, взывайте к Богу, когда Он близко. Господь, сегодня Ты близок к нам. Господь, сегодня время благоприятное. Сегодня день Господень. Мы сегодня, Господь, взываем к Тебе, Господь. Мы сегодня говорим, что мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Господь, мы говорим, что сегодня мы ничего не можем делать без Тебя. Господь, что жизнь наша, она пуста. Господь, если Ты сегодня не придешь, то все бесполезно, Господь. Если Ты сегодня не посетишь народ Твой, то какой смысл нам сегодня собираться, Господь. Отец, мы просто сегодня молимся и его запьем к Тебе. Мы говорим, Господи, услышь наши молитвы. Господи, просто презри своим светлым лицом. Господь, просто обрати свой взгляд. Боже, мы просто говорим сегодня Тебе, Иисус. Боже, Ты наша жизнь. Боже, мы жаждем. Боже, мы жаждем Тебя, Господь. Мы жаждем, Господь, Духа Твоего Святого. Господи, мы жаждем огня, Господь, в наших сердцах. Мы хотим сегодня гореть, Господь, для Тебя, Иисус. Мы сегодня, Господь, хотим посвятить свои жизни Тебе. Господи, это служение. Господи, просто пусть оно будет прославлено Твое имя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Драгоценный Царь, Боже, Царствующий, Милующий. Господи, Ты, 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 только Ты, Господь. И нету другого имени на небе и на земле, Господь, которому надлежало бы спастись, Господь. Которому бы надлежало сегодня прославиться, Господь. Это Тебе, Иисус, это Тебе вся честь, хвала и слава, Боже, потому что Ты один достоин. На подвиг Твой Ты смотришь, Господь. Смотришь с радостью, Господь, что сегодня видишь спасенную церковь. Ты видишь сегодня спасенных людей, Господь. Боже, я знаю, что воля Твоя, чтобы сегодня люди спасались. Чтобы никто не погиб, но чтобы пришли к познанию истины Твоей. Чтобы уразумели, чтобы приняли и обрели жизнь вечную и жили в Господом и Господь со Своим народом. Отец, я молюсь Тебе, Боже, как Ты сказал в Своем слове, что в последние дни изолью от Духа Своего на всякую плоть. И будут пророчествовать, и будут проповедовать, будут исповедовать, будут наполнены Духом Святым. Господи, чтобы созидалась церковь Твоя, чтобы церковь Твоя стала сильная, как полки со знаменами. Чтобы церковь Твоя, Господь, была наполнена славой Божьей. Господь, чтобы церковь Твоя встала на вышине всех гор. Господь, чтобы в церкви Твоей совершались чудеса. Чтобы в церкви Твоей, Господь, происходили исцеления. Боже, просто чтобы слава Твоя осияла, Господь, Твою церковь. И что побегут, Господь, что в последние дни будут бежать в церковь Твою, что будут видеть силы исцеления, что будут видеть силу Божью, что будут видеть силу Духа Святого, Господь, потому что этот мир ничего дать не может, кроме того, как обольстить и увести, Господь, от Тебя, Господь. Иисус, мы просто еще и еще сегодня благодарим за то, что Ты нам открылся, не вопрошавшим, не ищущим, Господь, тем, Господь, которые были далеки от Тебя. Господи, просто заблудшим овцам, Господь, Ты сегодня пришел, Ты сегодня открыл Свою десницу, Господь, Ты сегодня проявил Свою милость и любовь, Господь, Ты сегодня нас спас не по делам нашим, но по великой милости Твоей и любви Твоей, Господь. И мы сегодня, Господи, взываем к Тебе и говорим, Боже Святый, Господи, мы просто нуждаемся, мы Твои дети, Прими нас такими, какими мы есть, Господь. Боже, не нужно показать, не нужно нам просто показываться, что мы лучшие или что-то, или одевать маски, но мы хотим быть простыми. Боже, потому что Ты нас знаешь прежде, чем, Господь, мы были еще в очреве. Ты узнал нас прежде в Сыне Твоем, Иисусе Христе, прежде созданием мира. Господи, мы просто сегодня говорим, Боже, вот эти наши грехи, которые нас беспокоят, вот эти трудности, Господь, которые нас обременяют, вот эти проблемы, которые сегодня нас повергают, Господь. И мы просто сегодня молимся, молимся к Тебе, Господь, и просто просим Тебя, Господи, услышь. И я сегодня с Церкви Твоей, Господи, хочу молиться за нужды, за проблемы, за просьбы, Господь, за просто то, что сегодня вопиет в душе, за крик души людей, Господь, которые сегодня пишут, сегодня много людей пишут о болезни такой, как рак. И это бич последнего времени, это по-настоящему становится такой роковой болезнью, что сегодня человек может заболеть, не зная, откуда это может прийти. И в раннем возрасте люди заболевают. И Господь просто сегодня, Отец, мы не знаем, кому взывать, ни на врачей полагаться мы хотим, но на Тебя, Господь. И я сегодня, тех людей, которые больны раком, в этих записках, Господь, те сегодня, кто просто сегодня проходит через труднейшие времена, Боже, не дай Бог нам никому знать, Господь, но я просто прошу Тебя, призыви светлым лицом Твоим, Господь, сейчас, Бог, у Тебя исцеление, Бог, у Тебя сила, Бог, у Тебя восстановление, Господь, Ты сказал в Слове Твоем, что ранами Твоими мы исцелились. И Господи, дай принять нам это верой, Боже, дай нам принять это верой, Господи, и понять, Господь, что же по-настоящему происходит и как Ты можешь исцелить. И я еще хочу зачитать от Луки, 18 глава, с 1 стиха. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вопрос, найдет ли сегодня Иисус эту веру на земле? Вера – это то, что сегодня нас соединяет с Богом. Вера – это то, что сегодня нам дает подпитку. Это то, что сегодня дает возможность высвободить Божье благословение. Это то, что сегодня может высвободить Божье исцеление. Это то, что сегодня прославляет Бога. Вера, которая сегодня идет beyond the point, за горизонт, за то, что мы сегодня можем видеть своими глазами, то, что мы сегодня можем осязать, то, что мы можем обонять. Вера – это то, что нас заводит за завесу. Там, где находится святое святых, там, где находится Господь, там, где происходят чудеса, там, где наполнены славой Божьей. И мы сегодня говорим, Господь, найдем лишь веру сегодня на этой земле. Мы сегодня по крупицам собираем эту веру в каждом сердце, сколько она есть, насколько ты веришь. Просто говори, что Господу все возможно, что Господь может все, что невозможное человеком возможно Богу. И мы просто провозглашаем и говорим, Господь, по слову Твоему, пусть происходят чудеса, пусть происходит исцеление, пусть происходит спасение, Господь, в церковь Твою, Господь. Пусть сегодня обращаются люди от мертвых дел, Господь, пусть исцеляются, пусть восстанавливаются, Господь, во имя Иисуса Христа. Отец мой небесный, я прошу тебя здесь, Аркадий, который не может дышать и находится в госпитале. Отец, ты сказал, что ты даешь дыхание жизни, ты вдохнул в человека дыхание, и ты ему дал эту жизнь. И каждый вздох и выдох, это по Твоей воле, Господь, и я молюсь Тебе, продли дней жизни, дай ему дышать Тобою, Господь. Пусть его сердце и душа наполняются Тобою, пусть это настоящее дыхание жизни будет Иисус Христос, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем с церковью, Господь Аркадия, во имя Иисуса Христа. Боже, также просят, что благослови мою семью с покупкой жилья. Господи, люди нуждаются сегодня под покров, Господь. И, Отец, хорошо, что люди доверяют Тебе и не полагаются на разум свой, но призывают в каких-то вещах, в нужных, даже в мелочах. Сегодня нужно призывать Бога и просить Божьего вмешательства. Поверьте мне, что Бога есть время на каждую мелочь в нашей жизни. Я вам такой открою секрет, для кого-то, может, и нет секрет, но что наша жизнь, она состоит из мелочей. Она не из больших вещей состоит, а из мелочей. Если ты в мелочах найдешь, умеешь искать Бога, и если ты Богу доверяешь в своих мелочах, то ты им будешь и в большом доверять. А если ты в большом будешь доверять, ты будешь видеть славу Божью в своей жизни во имя Иисуса Христа. И просто пусть слава Божья, она наполняет. Господи, также есть записка. Прошу Господа простить меня за то, что я отказала помощь человеку, который в свое время принул руку помощи. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты сегодня побуждаешь Духом Твоим святым, сокрушаешь людей. Господь, к покаянию подводишь, Господь, что люди сегодня просто говорят и открывают свои сердца и понимают, что делают что-то не так. И слава Богу, Господь, потому что Ты любящий Отец, потому что Ты прощающий Отец, потому что Ты сегодня даешь человеку шанс. Боже, потому что Ты Бог многих шансов. Боже, и Ты многомилующий Бог. Ты даешь возможность сегодня человеку измениться. Ты ожидаешь. Ты ожидаешь от человека понимания и раскаяния своих неправильных вещей. И хочешь благословить его. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. Мы, Господи, приносим эти записки. Каждое имя, которое здесь спрошено о спасении, Господи, Ты знаешь во имя Иисуса Христа. Боже, я верю, что дом Божий, дом молитвы наречется. Он будет наполнен, Господь. Он будет наполнен Твоей славой, Господь. Твоей церковью, Твоими людьми, Господь. Иисус, которые так драгоценны для Тебя. Каждая человеческая душа. А мы, как церковь, Господь, будем делать все возможное, Господь. Чтобы, Господь, здесь, Господь, оно прославлялось Твое имя. И церковь наполнялась, Господь, вновь обращенными и спасенными людьми. Слава Тебе, Господь, за все. Слава Тебе, Господь. Мы также благословляем сегодня Америку. Мы благословляем предстоящие выборы. Мы, Господь, просто знаем и верим по Слову Твоему, что нет власти не от Бога. И всякая власть Богом установленная. И мы благословляем сегодняшнего президента. Мы благословляем будущего президента. И мы просто молимся. Просто пусть страх Божий сойдет, Господь. Пусть мудрость Божья потрясет сердца, Господь, во имя Иисуса Христа. И все те люди, которые задействованы в правлении этой страны, Господь, они пересмотрят. Пусть произойдет переоценка ценностей. Пусть все то, что противящееся Тебе, будет посрамлено. Чтобы прославилось имя Бога Живого. И, Господи, будет Твоя слава, Господь, на этой земле наполненной. Ибо полна вся земля. Слава полна Божьей славой. Во имя Иисуса Христа. И славы Своей Ты не отдашь никому. Господи, я сегодня благословляю Израиль. Господь, первенца Твоего, Господь. Я просто молюсь Тебе и благословляю сегодня синагоги. Я благословляю раввинов. Я благословляю просто евреев по всему лицу земли. И, Боже, я просто молюсь Тебе за народ Твой, Господь, в последнее время, Господь. Просто чтобы Твой народ, Господь, Он сегодня открыл свои сердца. Чтобы это покрывало, Господь, которое сам только Ты, Христос, можешь снять. Оно было снято, Господь. Чтобы увидели славу единородного от Отца и преклонились перед тем, которого пронзили. Во имя Иисуса Христа и прославили имя Ищуа. Ищуа Ам-Мощия. Иисус Спаситель всем племенам и народам. Иисус во славу Бога Отца. Благословенный Бог. Бог благословен на Царствие Твое. Ты единый, Ты могучий. Нет подобного Тебе, Ищуа. Только Ты, Иисус, достоин всей чести, хвалы и славы. Мы любим Тебя, Иисус. Мы превозносим Тебя в наших сердцах. Мы благословляем Твое имя. Господи, один Ты достоин. Пусть Тебе вернется вся честь, хвала и слава. Вечному Богу, любящему, милующему. Слава во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь также. Давайте сегодня будем жертвовать. Жертвовать в наших сердцах. Кто, насколько может по-настоящему просто проявлять жесты любви к Богу через финансы. Как кто может служить? Есть люди, которые просто много работают и нет возможности послужить. Это может быть как-то физически, но финансово. Ты можешь проявить сегодня свою любовь в том, что Ты верен Богу. И что для Тебя не деньги важные, а для Тебя важна Его любовь и Его присутствие. И просто в Твоей жизни. Я благословляю каждого брата и сестру. И пусть даяния, они приумножатся. Пусть Ваши житницы, они наполнятся. Дополна. Чтоб переливались Ваши житницы. Аминь. И просто пусть будет благословенный Ваш дом. Ваши дома наполнятся благословениями. Аминь. Помни, Господи, Твой народ. Аллилуйя, аллилуйя. И от всякого зла сокрари. Аллилуйя, аминь. Сделай, Господи, Твой народ. Аллилуйя, аллилуйя. Совершенный в любви Твоей. Аллилуйя, аминь. Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Маранафа, Маранафа, Господь грядет. Собери Твой народ, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Воедино от четырех метров. Аллилуйя, аминь. Как рассеянный хлеб по холмам. Аллилуйя, аллилуйя. Твоё царство, Его завели. Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 Господь грядет. Маранафа, 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 Господь грядет. Да придет Твоя благодать. Аллилуйя, аллилуйя. И откроется вечность Твоя. Аллилуйя, аминь. Приходи к нам, кто свят, приходи. Аллилуйя, аллилуйя. Если грешник, покайся и пой. Аллилуйя, аминь. Маранафа, 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 ГОСТОРНОФА, 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 ГОСТОРНОФА. Халлелуя! Слава Господу! Если один из нас может быть кто-то, кто впервые здесь, помашите мне, пожалуйста. Впервые здесь. Хорошо, в гостях кто-то есть здесь. Мы хотим вас поприветствовать. Все свои. Будьте благословенны. Приветствуем сегодня всех, кто нас смотрит через интернет вещания. Посылаем вам благословения из Дома Божьего. Это наша честь вам послужить сегодня. Рады, что вы вместе с нами. Пусть Бог благословит, пошлет Слово вовремя. И мы счастливы, что можем вам послужить, послужить вместе с вами Господу. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Давайте мы откроем притчу, 4 глава. Притчу, 4 глава. С 10 стиха. Притча, 4 глава, с 10 стиха. Я читаю. Слушай, Сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Знаете, часто люди, они придумывают все, что только возможно придумать, чтобы как-то, какими-то путями продлить свою жизнь. И эликсир, бессмертие, и еще какие-то опыты абсолютно ненужные, никчемные, которые, наверное, несут больше вреда, чем пользы. А на самом деле совет и секрет очень прост. Бог говорит, слушай, Сын мой, дочь моя, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Вам нравится это? Слава Господу! И читаем дальше. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезиям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно, жизнь твоя. Не вступай на стезию нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Амин. Вы знаете, часто, когда Бог нам что-то говорит, нам кажется, что это нас ставят в какие-то рамки, и, пожалуй, это действительно так. Но суть этих рамок, это не для того, чтобы нас в чем-то обделить, как-то нас стеснить, знаете, сковать в такие неприятные обстоятельства, а, наверное, чтобы все-таки нас уберечь. Амин. Знаете, это не то, что Богу приспичило бы, вот слушай меня только потому, что вот я хочу, чтобы ты меня слушал. Нет, слушай, потому что для тебя это будет благо, тебе будет добро. Ты по-настоящему вкусишь жизнь, ты по-настоящему поймешь, что такое свобода, ты по-настоящему проживешь эту жизнь долгую и достойную и благословенную, если будем слушать и принимать. Бог благою Бог, Бог добрый Бог, Бог любящий Бог, Бог желает мне и вам, и каждому здесь, да и каждому человеку только благо и благословение. Халлилюя. Давайте мы откроем еще одно место. Если вы были внимательны, то в предыдущих стихах речь сла о том, чтобы не вступать на путь нечестивых, чтобы держаться пути, который проложил нам Господь. В английском переводе вот этот стих 14, не вступай на стезию нечестивых и не ходи по плути злых, дословно там говорится так, даже не заноси свою ногу над чертой, где начинается этот путь. Вы представляете, даже не заноси свою ногу, даже не пытайся, даже не смей, даже если такая мысль придет, ты тут же, ты тут же ее возьми обратно, чтобы не дай Бог не ступить на этот путь. Аминь. Давайте мы откроем притчу, 15 глава. Девятый и десятый стихи. Притчи 15, 9 и 10. Смотрите, что здесь сказано. Мерзость пред Господом путь нечестивого, а идущего путем правды он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящемуся от пути погибнет. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящий обличение погибнет. В Amplified версии, это расширенный перевод английского языка, написано так, суровая дисциплина тому, кто уклоняется от пути и ненавидящий обличение погибнет. Тому, кто уклоняется от пути, суровая дисциплина и ненавидящий обличение погибнет физически, нравственно и духовно. И здесь, в этом месте, Писание, вы знаете, и во многих местах просто время нам не позволяет посмотреть все. Особенно в книге Притч много говорится о путях. В данном случае говорится о двух путях. О пути праведного и пути нечестивого. Один путь приятен Господу, и мы должны на него встать. А если мы уже встали на него, то мы должны на нем продолжать. Другой путь, нам на него даже нельзя встановиться. Вы со мной. На него даже нельзя встановиться, потому что он просто не угоден Богу. Это не наш путь, это не наша дорога, это не наша судьба. Амэн. Там нам делать нечего на втором пути. Но вы знаете, интересно, мы как люди, мы все куда-то идем. Правда ведь? Церковь, мы все куда-то идем. Мы все куда-то идем. Знаете, есть такое интересное сказание, что ли, история такая. Как еврей стоит на улице и взывает к людям и спрашивает. Люди, куда вы идете? Ну, значит, семья проходит, говорит, мы идем в парк. Другая семья проходит, говорит, а мы идем в кинотеатр. Третья семья, а мы идем в магазин за покупками. Еврея говорит, нет, вы идете на кладбище, а по дороге вы заходите в кинотеатр, в парк и в магазин за покупками. Но интересно, что мы все куда-то идем. Может быть, это не совсем оптимистический пример, но я, вы знаете, думаю, что еврей таки да прав. Мы все куда-то направляемся, и вы знаете, сколько людей, столько путей. Писание говорит, что каждый, в буквальном смысле, каждый отдельный человек совратился на свой путь. С самого рождения, когда мы вышли из маминой утробы, вы знаете, что произошло? Мы стали на свой путь. Пусть даже мы этого не понимали, но Писание говорит, что каждый человек находился на своем отдельном пути. Поэтому сколько людей, столько путей. И знаете, на вот этом своем пути, с самого начала наша навигационная система просто дала сбой. Она нас увела не в том направлении. Знаете, и слава Богу, что дальше там, в этой 53 главе, знаменитой главе пророка Исаии, говорится, но Он возложил на Него грехи всех нас. И благодаря Господу Иисусу Христу мы смогли возвратиться в нужное русло. Амин. Стать на правильный путь, на путь Господень. Но также Библия говорит в 16 главе книги Притч. Вы можете не открывать, я просто прочитаю, что есть такие пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – это путь к смерти. Вы читали об этом? Есть такие пути, вот такие, знаете, вот сразу их и не заметишь, сразу их и не опознаешь, сразу и не поймешь. Они кажутся прямыми, но их конец – путь к смерти. Поэтому очень важно периодически сверять свой путь с путем Божьим. Очень важно сверяться с Божьими планами, с Его путем, который Он нам проложил. Сверяться с тем, что у Бога есть для меня, чтобы удостовериться, на правильном ли я пути. Не свернул ли я, может быть, я уже под каким-то впечатлением, под какой-то иллюзией, и вовсе просто нахожусь в состоянии какого-то миража, иллюзии. Мне просто кажется, мне мерещится. А на самом деле все уже абсолютно не так. Я заблудился. Вроде бы все правильно. Мне кажется, что все правильно, но, увы, это просто обман. Это просто иллюзия. Кажется, что все прямо. Кажется, что вроде никаких заметных кривиз нету, но каким-то образом этот путь меня приводит не туда, куда бы я хотел попасть в конечном итоге. Вы со мной, церковь? Такое бывает. Вы знаете, и мы также знаем, что у Бога есть для нас определенная тропа. Как для церкви в общем, коллективно, так же и для каждого человека в отдельности. Для каждого человека есть Божий план. Ты не ошибка, ты не случайность. Бог тебя создал, Бог тебя дивно соткал во чреве матери. Его персты дивно устроили тебя. Он вдохнул в тебя дыхание жизни. И Он уготовил тебе судьбу и определенный путь, который тебе и мне необходимо пройти. Каждому свой. У Бога есть путь. Для каждого из нас это очень важно понимать. Это очень важно понимать, важно уразуметь, важно распознать этот путь. И важно с него не сбиться. Пусть Божья благодать нам в этом поможет. Чтобы мы не были причастны или причислены к той категории людей, о которой так печально, говорит 16 глава притч, что им только казалось, а все оказалось совсем иначе. Это вытрезляющая мысль. Это истина Божья. Давайте еще раз посмотрим. 15 глава притч, 10 стих. Злое наказание или, как мы говорили, строгая дисциплина, уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение, погибнет. Я хочу заострить наше внимание, что здесь не идет речь о теории предопределения. Некоторые люди уклоняются от пути Божья и при этом успокаивают себя мыслью. Вы когда-нибудь слышали такое заявление? На все воля Божья. А, на все воля Божья. Так, махнув рукой, да, пусть будет воля Божья. Если воля Божья, чтобы я жил в проклятии, на все воля Божья. Если воля Божья, чтобы я там непонятно где на какой-то мусорке оказался, сошел с трассы, а на все воля Божья. Съехал с рельс уже непонятно куда еду, а на все воля Божья. Вы знаете, здесь не идет об этом речь. Это неправильная, неверная теория, что Бог все предопределяет. У кого-то есть также претензии, притязания на нас. И также есть планы коварные, враг, души человеческой, дьявол. И здесь написано, что не уклоняемому от пути строгое наказание, потому что это было бы нечестно со стороны Бога, кого-то уклонить, а потом еще наказать. Вы со мной. А тому, кто сам уклоняется, добровольно, своевольно, избирая для себя по определенным причинам, множество на то есть причин, вот такое уклонение, такой исход событий. Вы со мной. Уклоняющийся от пути, ему строгое наказание. Он сам это делает. Бог тут не участвует. Бог его не подталкивает в сторону. Бог только за то, чтобы человек победил. Бог, чтобы человек прошел и получил венец жизни. Бог за то, чтобы мы подвязались добрым подвигом веры и унаследовали нетленное наследие, которое нам уготовано на небесах во Христе Иисусе, чтобы были с Ним в вечной славе. И если у нас есть какие-то вопросы по отношению к Его воле вот такой, может быть мы не до конца доверяем этому, я скажу, что просто посмотри на Голговский крест и тебе станет понятно, насколько Бог серьезен в отношениях с тобой. Насколько Он не шутит в том, чтобы тебя спасти и дать тебе благословенную вечность. Он пошел на этот шаг именно из-за этих соображений. Амэн. И вы знаете, интересно, что человек, который уклоняется от пути, очень часто, очень часто в большинстве случаев этого не понимает, об этом не подозревает. Более того, убежден, убежден, что все происходит нормально. Вы слышите? Есть такое в английском слово denial. Если его вот так разбить, то значит, don't even notice that I am lying. То есть, сам не подозревая, что я сам себя обманул. Вы понимаете, нахожусь под воздействием самообмана. Мне кажется, что все хорошо, а на самом деле я уклоняюсь. И интересно, человек, который уклоняется от пути, часто, в большинстве случаев, сам этого не понимает. Задаешь вопрос человеку. Ты почему перестал ходить в церковь? Почему тебя не видно на богослужении? Скажите, когда такой вопрос вы задавали кому-нибудь, может быть? Я задавал и довольно-таки часто. Я еще ни разу не слышал, может быть, вообще единичные разы случаи, когда мне сейчас сказал, знаешь что, я уклонился от пути, я от Бога отхожу. Я сбился с пути. Обычно такого не происходит. Обычно вот какой ответ. Они плохие. Почему не ходишь в церковь? Они плохие. Или давайте так, знаете, классические. Там нет любви. Нет, нет. Там контролируют. Слышали такое? Не позволяют мне развернуть свое апостольское служение. Они плохие. Там нет любви сборища лицемеров. И я не хочу быть частью их. Я просто заинтересован в своей духовной безопасности. Вот поэтому я себя огородил от этих недуховных и плохих редисок. Амин. Задаешь следующий вопрос человеку. Ты почему не молишься? В чем дело? Почему не молишься? Нет огня Божьего. Почему перестал молиться? Раньше был огонь. Что случилось? Почему уже на протяжении длительного времени нет огня, нет молитвы? Почему ты не молишься? Почему ты с Богом время проводишь? Ответ. Ответ практически не услышан. Я отхожу от Бога. Я сбиваюсь с пути. Я ухожу в неверном направлении. Не, очень редко такое услышишь. Слава Богу за такие ответы. Но почему-то они настолько редко. Они такая редкость большая. Вы понимаете, да? Я обычно, что человек говорит? Я слишком занят. Те, которые молятся, им Бог дал 30 часов в сутки. А меня обделил и дал мне всего лишь 24. Мне урезал время. А я должна построить карьеру. У меня колледж. У меня работа. У меня, вы не понимаете, я такая занята, я такая беззизбизи, что я не могу. И вообще, это несправедливо со стороны Бога. Кому-то давать 30 часов, а мне 24. Вот почему я не молюсь. Бог плохой. Он лицеприятельный. Мне такую судьбу дал злостную и тяжкую. Вот тем, кому легко, пусть они и молятся. Ты почему не служишь? Я от Бога отхожу. Я с пути сбиваюсь. Редко услышишь такой ответ. Обычно у меня есть дела поважнее. С неба мне ничего не упадет. Если свой кусок жизни не урву, никто не даст. Бог, то есть, как это, спасение, дело рук, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому служить, пусть служат вот рыбаки и пастухи. У них и так будущего никакого нет. А я интеллигентный человек. Попрошу вас, сударь. Увы, не могу. Бога люблю. На пути прямом. Все ровно, все четко. Не переживайте, братья и сестры. Я в порядке. Кажется. Вы слышите со мной? Кажется. И что ты сделаешь? Человек уклоняется и сам того не замечает. Я не говорю о каком-то там третьем лице. Я говорю о том, что я переживал. В моей жизни это есть, бывало, вы знаете. Это не просто там о ком-то история. Это реально, потому что все мы разделяем общие искушения, как верующие люди. Нет ничего нового под небом. Искушения и страдания всем верующим. Петр пишет, общее. Общее. Каждому на определенном этапе то, что может понести. Амин. Вы знаете, интересно, что в библейских историях не всегда все сладко и гладко, все розово и пушисто. Вы наблюдали это? Ну, Бог же мог сделать такой канон, где просто, ну, я не знаю, одуванчик, а не Библия. Вот прям и веет, знаете, вот всем, ну, вот только вот, ну, прекрасно. Все идеальные, ну, не люди, а ангелы. Никто не спотыкается, никто не припинается, никто не запинается. Все настолько сладко и гладко и чудно. Но, знаете, Библия это истинная книга об истинных судьбах, похожих на нас с вами. Амин. Амин, которые верят в того же истинного Бога, в которого сегодня поверили и мы. И мне нравится Писание своей откровенностью и своей, если можно так сказать, настоящестью. Вот оно настоящее. Вот такое, вот какая жизнь, такое и оно. Амин. Вот как в жизни, так и там. И мне это нравится. И вы знаете, Бог делится с нами. Он приоткрывает разные судьбы из жизни отдельных библейских героев. Там, где не только было все прекрасно, но и темные стороны этих людей, святых людей. Также и негативные примеры, которые служат для нас, хоть они и негативные, но примерами. Которые для нас очень важны. Потому что Божье Слово, оно нам дает не только направление, как нам поступать и как делать, но также нас предостерегает, как нам поступать не следует, потому что будет вот такой вот финал. Вы понимаете? Предотвращает какие-то вещи, какие-то ошибки. А не только дает направление, чтобы что нам делать или не делать относительно того или иного. Он нас не только информирует, Господь в Слове Своем. Он нас еще оповещает и предостерегает. Вы слышите? Предостерегает через Слово Божье. Поэтому важно его читать, важно его копать, важно в нем назидаться. Бог предупреждает через Слово Своё и слава Ему за это. Спасибо Богу за заботу. Вы знаете, я помню, как-то произошла там, ну, авария произошла, и один из молодежки, один братик оказался в госпитале. Я помню, я пришел навестить его в госпиталь. Вы знаете, и захожу в эту палату, где он лежит, а там полная палата молодежи. И в основном отступников. Вы понимаете? В основном отступников, которые уже не ходят, которые уже в миру погрязли конкретно. Я вот думаю, это очень хорошо, что есть такая солидарность поддержать друга в трудную минуту, протянуть руку помощи, побыть рядом, друг, мы здесь, вот оно наше плечо, мы с тобой разделяем эту горесть. Вы знаете, то есть это уже постфактум, как бы какое-то утешение, и это нормально, и это должно быть в нашей жизни. Но я просто вот так вот себе задумался и думаю, а что бы было с этим парнем, который лежит сейчас на больничной койке, оправляется после тяжелой аварии, если бы все эти люди, которые пришли к нему навестить его после аварии, молились за нем, чтобы этой аварии не произошло. Оказался ли бы он в такой ситуации? Я думаю, что нет. Вот Господь, Он не только лечит нас, Он еще предупреждает, чтобы превентировать и предотвратить какого-то рода лечение, чтобы просто избежать вот этих ран и вот этих вот ссадин. Амин. Он просто, Его мудрость нам рекомендует, как правильно обойти все эти терны и волчцы, чтобы не поранить себя. Там, где этого абсолютно не нужно, там, где этого от нас Бог не требует. И вот Слово Божье, когда оно вот идет в таком назидательном посыле, истории людей, что с ними произошло, негативные истории, вот именно служат для этой цели. Нас научить, чтобы мы не шли по этим следам. Вы со мной. Чтобы мы шли по следам веры Авраама, а не по следам его неверия. Чтобы мы шли по следам кротости Моисея, а не по следам его гневности. Потому что, заметьте, что все эти вещи, как в положительном, так и в негативном случае, несут последствия. И Писание говорит. 1 Коринфянам 10, 11, 12. Вам не нужно открывать, я просто прочитаю. Все это, говоря о Ветхом Завете, об израильском народе, в частности, происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. С ними это происходило как образы, а написано в наставлении тебе и мне. Вы слышите? Для чего? Чтобы миновать падение. Чтобы понимать, как обстоят сегодня дела в моей жизни. Чтобы посмотреть как в зеркало и дать честную оценку происходящему. Вы со мной. Мы сегодня посмотрим просто на один пример. Мы будем двигаться быстро, потому что время идет. Давайте мы откроем Иуда. Послание Иуды. Всего лишь одна глава в этом послании, которое мы редко читаем. Иуда. Перед, оно идет, по-моему, сразу перед римлянами. Да. Это в русской Библии, в английской перед... В английской, оно, по-моему, я уже не помню, там в конце они идут, эти книги. Смотрите. Иуда. Одиннадцатый стих. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Вот этот пример мы сегодня рассмотрим. Мы говорим о путях. Мы говорим о пути праведном и о пути неправедном. Мы говорим о том, что Богу угодно и что Богу не угодно. И здесь написано, что есть путь, который называется путь Каинов. И Богу этот путь не угоден. Об этом сказано в Новом Завете. И я думаю, что нам, как новозаветним верующим, стоит обратить внимание, о чем же все-таки идет речь. Аминь. Мы хотим знать. Господь, о чем Ты нас предостерегаешь? Просто мы посмотрим вкратце отдельные моменты. Что это за такой путь, почему нам важно понимать о нем, чтобы его обойти, чтобы на него не стать. Потому что, вы знаете, я не хочу, чтобы меня постигло горе, а тем более еще от Господа. Знаете, как евреи говорят, пусть будет лучше много Нахаса и меньше Цураса. Аминь. Хорошо. Путем Каиновым. Интересно, что Каин, он упоминается 17 раз в Священном Писании, 14 из 17 раз он упоминается в одной лишь главе, это книга Бытия. И три раза в Новом Завете. Иисус о нем не говорил прямо, но он как бы косвенно о нем заявил, когда он укорял фарисеев, лидеров, своих современников, религиозную элиту того времени. Он говорит, да придет на вас вся кровь от Авеля праведного до Захарии, которого вы убили между жертвенником и храмом. Таким образом, он говорил и подчеркивал, что народ, который он укорял, который он обличал, это народ, который поступал, так же, как поступил праотец Каин со своим братом Авелем, так же этот народ посягал поступить с Иисусом Христом. Вы со мной. И остальные разы он упоминается Каин вот один раз в послании Иуды и два раза в первом послании Иоанна. Мы посмотрим вкратце эти места Писания чуть-чуть попозже. Давайте мы двинемся дальше и откроем книгу Бытие, 4 глава. Книга Бытие, 4 глава. Прочитаем с первого стиха. Давайте мы быстро пройдемся, чтобы просто, я знаю, что многие уже знают эту историю, но просто мы ее воспроизведем в памяти, напомним себе. А те, кто не знает, у вас будет возможность ее узнать. 4 глава. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему. И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Аминь. Вы знаете, очень печальная история, правда ведь? Очень печальная история и последствия грехопадения, которая вот буквально случилась незадолго до того, как мы вот, то, о чем мы сегодня только что прочитали. Последствия тут же дают о себе знать. В первой же семье, первый ребенок, первенец рожденный. Адам и Ева были сотворены, они не были рождены. Каин родился, и первый, кто родился на этой планете, становится убийцей. Последствия греха. Вы знаете, интересно, что ладно, человек разгневался, ладно, у него там проблемы были с темпераментом, но пойди, возьми лисичку какую-то хитрую, да хорошенечко надри их холку, сделай, ну вот там, я не знаю, ладно, живодер, плохо, нехорошо, сделай, как Самсон сделал, когда он там мстил филистимлянцам, связал лиси хвосты, по паре лис, туда вставил горящий факел и пустил их по полям полить филистимский урожай. Вы помните эту историю? Ну, тебе плохо, у тебя там амбиции, у тебя, тебя всего выкручивает, ты сильно разгневался, ну, взять и убить своего брата, младшего брата. Вы представляете, это последствия грехопадения, когда Ева, тогда, совсем незадолго до того, как это случилось, стояла и чесала затылок, быть или не быть, все-таки все так красиво и приятно, так вожделенно и сладко, она никогда не могла предполагать, что буквально спустя какой-то короткий отрезок она будет хоронить своего младшего сына от руки своего первенца. Это то, что делает грех. Грех всегда поведет нас дальше, чем мы планировали пойти, и заставит там нас находиться дольше, чем мы планировали там находиться, и заставит нас платить больше, чем мы изначально планировали платить. Вы со мной. Это сила, разрушительная сила греха в жизни отдельного человека и также в жизни семьи. Это случилось. Вы знаете, но несмотря на это, оба родителя согрешили, и оба ребенка уже были рождены во грехе. Было Божье обетование. В главе, в третьей главе Бытия, 15 стих, первое обетование, данное Богом, пророческое о Мессии. И он сказал, что будет семя жены, которое будет поражать дьявола в голову, а он ужалит его в пятую. И вот Авель, он был первенец даже у грешных родителей, чтобы стать начальником этого рода по мессианской линии, откуда придет Господь Иисус Христос. Несмотря даже на грех, Бог дал слово обетование. И Авель должен был это обетование привести в исполнение. Вы слышите меня? Писание говорит, что Каин был от лукавого. В 1 Иоанна так и написано, он был от дьявола, он был от лукавого. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Вы знаете, что же случилось, что же произошло, за что он убил своего брата? Я знаю, что много из нас слышали много версий, я думаю, что я, наверное, повторяюсь уже неоднократно с этой кафедры, наверное, говорились эти примеры. Знаете, ну это просто сегодня, размышляя о путях, верных и неверных, хочется привести этот пример, потому что о нем говорит Библия. За что убил Каин, Авеля? За что он убил своего брата? Зависть. Я думаю, что в корне всего, он просто не хотел меняться. Как так просто не хотел меняться? Вы со мной? Смотрите, что говорит Писание, уклоняющемуся от пути идет строгое наказание, и кто отвергает обличение, погибнет. Если человек уклонился от пути, он не погибает сразу. Бог этому человеку всегда дает шанс. Он говорит, он стучит в сердце этого человека. Вы слышите меня? Писание говорит, что Бог не желает, чтобы кто погиб. Он не желает смерти грешника, но чтобы грешник обратился и покаялся. И я думаю, что когда он говорил и имел эту беседу с Каином, он ему честно сказал, послушай, вот так обстоят дела. Грех лежит у твоей двери, но ты господствуй над ним, ты владычествуй над ним. Я тебе сейчас даю шанс это сделать. А Каин меняться отказался. Вы со мной? Не захотел меняться. Вот все так просто. Братья и сестры, скажите, а верим ли мы, что мы пришли в Царство Божие для перемен? Помашите вот так вот, если вы живы, пожалуйста. Кто здесь, чтобы измениться? Аллилуйя! А вы знаете, что хотим мы этого или не хотим, Бог нас будет менять. К лучшему! К лучшему! К святому! К благословенному! Вы со мной! Интересно. Оба принесли дар Господу. Мы идем очень быстро. Я просто хочу отдельные, просто как бы несколько поинтов таких. Они принесли оба дар Господу. Смотрите. Спустя несколько времени, третий стих, Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля, а на дар его не призрел. Есть разные версии, почему Господь призрел именно на дар Авеля, потому что это была, это была, это была Агница, Бог, это жертва, которая благоугодная Богу. Якобы это был прообраз вот этого закладного Сына Божия Иисуса Христа. Но здесь очень четко написано. Причина, по которой Господь призрел на дар Авеля, очень простая. Он принес лучшее и он принес самое тучное. Амен! Он постарался в том, чтобы принести и послужить Богу. Вот это причина. Скажите, а на что взирает Господь? На халатное, на такое просто поверхностное или на лучшее и тучное? Вы помните, когда в Ветхом Завете Бог говорил, что ему приносили жертвы? Он говорил, не приносите мне косое, слепое и хромое. Приносите мне от первородного и от тука, жирненькое, упитанное, такое, знаете, холеное, взросшенное с любовью, с душой, с сердцем. И Авель принес именно такую жертву. Он старался. Амен! Он старался. Вы знаете, иногда думаю, казалось бы, знаете, вот группа прославления, просто пример. Репетируют, допустим, вот репетируют. Группа прославления собирается, постоянно репетируют. И думаешь, зачем репетировать два-три часа в неделю? Это совместно, я не знаю еще сколько там по отдельности, для того, чтобы выйти и за полчаса все это выдать. А я скажу, это жертва, которая набирает вес. Вы понимаете? Это та овечка, которая тучная, она становится таким образом, она улучшается в качестве, когда платится определенная цена. И потом она, когда зажигается, возгорается, уже во время прославления, для Бога это как благоухание его наздрям. Скажите аминь, если вы понимаете. Вот почему важно старание в служении Господу. Вот почему важно родение. Вот почему всякая деталь важна для Господа. Это говорит громко о моем посвящении и моем отношении к Богу. А Каине просто сказано, он принес, вырвал пучок редиски и бросил. На тебе, Боже, что мне не гоже. Авель взял лучшее и взял тучное от первородного. Лучшее в качестве и тучное. Аминь. Вы со мной? Вы знаете, каждый, кто здесь сидит, это тоже своя жертва Богу, которую Бог почитает. Аллилуйя. Те люди, которые приходят по четвергам, это жертва Богу, которую Бог принимает и почитает. Потому что служение, это не кто-то служит, а я наблюдаю. Мы приходим сюда. Почему это называется богослужение? Потому что каждый человек, который приходит сюда и переступает порог этого молитвенного дома, автоматически служит Богу. Аминь. Это богослужение, это не кто-то служение, но только не я служение. Это богослужение совместное, где братья и сестры прославляют своего отца и позволяют ему поработать над сердцами. Аллилуйя. Это благой дар для Господа. И интересно, что Каин принес жертву просто от вольного, что называется, просто так. Но когда, смотрите, что произошло, призрел Господь, четвертый стих, на Авеля и на дар его, вдруг Каин сильно огорчился и повесил свой клювик. Что произошло? Но я понимаю, что, как бы, я понимаю, что ты старался, я понимаю, что ты душу вкладывал, я понимаю, если ты просто ночью не спал, я понимаю, что для тебя это было все, ты этим жил и вот так Господь прошел мимо и не презрел. Тогда у тебя еще есть какой-то резон и право обидеться, вы слышите? И где-то негодовать. А он же и стараться не старался, для него это просто не имело никакой ценности. Это был просто отвод, это было просто на тебе, что ты хочешь, я выполню ритуал, который ты требуешь, но мое сердце не здесь, оно не с тобой, оно не в этом акте приношения Господу. Вы слышите меня? Но тем не менее, когда Господь призрел на жертву Авеля, он сильно огорчился. Вы знаете, интересно, вот когда это слово написано «Господь призрел», я не думаю, что это было вот так вот, Господь просто так быстрый взгляд бросил в сторону Авеля, нормально, молодец, я призрел. Я думаю, что когда описание говорит «Господь призрел на жертву Авеля», это были искры из глаз, это был Божий огонь любви. Бог показал очень четко, что Он благоволит. Вы знаете, что Бог показывает, что Он благоволит своему народу? Бог не проходит мимо жертвы, благой жертвы своего народа. Это радует Божье сердце и Он показывает, Он отмечает эти вещи. Вы со мной? Он не просто так, знаете, бросил взгляд такой и прошел мимо, мимолетный взгляд в сторону Авеля. Я думаю, что когда Библия говорит, что Бог призрел на эту жертву, это стало очевидным и для Каина тоже. И Каин подумал «Вау, а служить Богу это же классно, а служить Богу это же здорово, это же так классно, что же это я так вначале как-то не смекнуто об этом. Это ты же посмотри, Бог же благословляет свой народ. Это же так классно служить Богу, но есть одно но. Это требует внутренней перемены, а к этому я не готов. А скажите, что лучше для плоти? Что лучше для плоти? Избавиться от конкурента или измениться внутри? Избавиться от конкурента, чтобы не было того, с кем себя равнять. Я имею в виду того, кто лучше. Вы слышите меня? Это именно то, что сделали современники Иисуса Христа. Просто не могли жить по его стандартам и решили от него избавиться. Так было жить легче. Вы понимаете, то же самое произошло и с Каином. Он решил избавиться от посвященного своего брата. Его заинтересовал вопрос благословения. Его заинтересовал тот факт, что Бог оказывается особенным образом отмечает тех, кто ему служит. И Писание говорит, что в последнее время я покажу четкую разницу между служащими мне и мне неслужащими. Это говорит книга Малахии. Это время, в которое мы живем. Братья и сестры, но благословение это хорошо, это здорово, это классно, но оно требует серьезных изменений. А вот на это я не пойду. Поэтому я истреблю конкурента. Амин. Это серьезно. Горе, кто идет путем Каина. Мы не будем говорить о зависти и так далее, просто потому, что время не позволяет. Давайте мы быстро откроем. Первая Тимофея, шестая глава. Мы скоро будем заканчивать. Первая Тимофея, шестая глава. Жарко, да? Нормально? Хорошо? Слава Богу. Первая Тимофея, шестая глава. 12 стих. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни. Я хочу подчеркнуть. Будьте очень внимательны. Это очень важное местописание. И мы потом еще посмотрим в послание. первое послание Иоанна. Я хочу, чтобы мы просто были внимательны, чтобы мы совместили эти вещи. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Павел пишет Тимофею и говорит, держись в вечной жизни. Вы знаете, многие люди, для них это странно, само выражение странно. Что значит держись в вечной жизни? Вечная жизнь, она же и в Африке вечная. Что ее еще держаться? Мне Бог ее дал, и уже никто ее не отменит, как только она будет в моей вечной жизни. Но здесь он пишет, держись в вечной жизни. Вы знаете, я все-таки сторонник того, что Бог дарит спасение. Бог нам дарует подарок во Христе Иисусе. Писание говорит, наказание за грех и смерть, а дар или подарок Божий, это жизнь вечная во Христе Иисусе. Амин. Но вы знаете, подарок, если мне его кто-то подарил, да, он принадлежит мне, и он может быть моим навечно, в том случае, если никто не посягает его у меня украсть. Вы со мной. Теперь, что касается Бога, это запечатано, что Он говорит, я тебя запечатлел, и я тебе дал подарок, который не подлежит возврату в вечной жизни, что касается меня и тебя. Но Иисус сказал, есть некто, вор, который приходит украсть, убить и погубить. Он говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком, имели вечную жизнь уже здесь, на этой земле. Но есть тот, который хочет украсть, убить и погубить. Поэтому Он говорит, что, подвязайся добрым подвигом веры и держись в вечной жизни. Почему? Потому что тебе нужно одеться, оборониться, потому что идет духовная война, ты не можешь чрезмерно и чересчур расслабляться, потому что кто-то может тебя сбить, кто-то может забрать то, что тебе дал Бог. Подвязайся подвигом. Амин. Держись в вечной жизни, воинствуя, будь как воин Христов. Почему? Потому что мы на поле брани. Вы со мной. Я хочу, чтобы вы увидели это очень четко. Я вот недавно был у дяди своего, и он там сделал такой стеллаж стеклянный у себя дома, в Ливенгруме, и там он значит повесил в этом стеллаже за стеклом там дедушкин военный билет. И там какие-то медали дедушкины, которые остались, и просто вот так вот, я не знаю, таким образом он решил почтить своего папу, моего дедушку. Дядя, это мамин родной брат. И я смотрю, там разные медали. И знаете, есть медаль участник Великой Отечественной войны, а есть за отвагу. Скажите, есть разница между этими медалями? Есть. Участник, есть одно дело, человек просто участник войны. Он просто оказался там. Я не знаю, по каким причинам. Он участвовал, я не знаю, как пассивно, активно, были подвиги, нет. Участник Великой Отечественной войны. А есть за отвагу. Подвязался добрым подвигом. Отважился на определенный шаг и удостоился награды. И Писание говорит, мы участники небесного звания. Но церковь, этого недостаточно просто быть участником. Для того, чтобы держаться вечной жизни, нужно обороняться и не только обороняться и отмахиваться от врага, нужно наступать. Нужно атаковать, нужно отважиться, жить верой в то, что говорит Священное Писание. Потому что нам и нашим детям принадлежит победа в Господе Иисусе. Скажи аминь. Халлилуйя. Подвязаться добрым подвигам веры. Писание говорит, что Иисус, Он был, что Он возлюбил правду и возненавидел грех. И поэтому Господь Бог Его помазал Его елеем радости более соучастников Своих. Мы можем все находиться в одной церкви, мы можем быть участниками мы можем принадлежать к определенному даже служению или церкви или динаминации или течению. Но Иисус был более соучастников помазан. Скажи сегодня, верующий, брат, сестра, ты хочешь в своей жизни более? Ты хочешь больше помазания? Ты хочешь больше огня Духа Святого? Для этого нужно подвязаться подвигам веры. Аминь. Подвигам веры надо подвязаться. Не позволить обстоятельства меня затянуть, а стоять и прямо держать курс, понимая происходящее. Я хочу, чтобы мы еще раз подчеркнули, держись вечной жизни. Давайте мы откроем 1 Иоанна, пожалуйста. Мы будем молиться скоро. Вы сегодня получаете что-то? Вяло. Халлелуйя. Давайте мы будем смотреть. Халлелуйя. Нам не нужен путь Каина. Нам не нужно Абы-Кабы. Нам не нужно просто так на тебе. Мы хотим быть с Богом и идти на Его благословенном пути. Халлелуйя. Иисус Христос. Живой Господь. Смотрите. 1 Иоанна. Я вам хочу показать один стих, несколько стихов, но один подчеркнуть. Знаете, это серьезный стих. Я предупреждаю. Но не я его придумал. Это Бог говорит. Это Бог говорит. Может быть, кому-то этот стих будет тяжело вместить, но это Бог говорит. Держись вечной жизни. 1 Иоанна. 3 глава. Десятый стих. С 10 стиха мы прочитаем. Смотрите, что здесь сказано. С 10 стиха. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За то, что... А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведные. И дальше. 15 стих. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Это очень серьезно. Смотрите. Подвязайся добрым подвигам веры. Держись вечной жизни. Всякий, кто ненавидит брата, человека-убийца. Соответственно, ненавидящий брата просто не имеет в себе вечной жизни. Всякий, ненавидящий брата, не имеет в себе вечной жизни. Это серьезно. Это серьезно. Это серьезный вызов от Бога. Это серьезный вызов. Иоанн пишет, нам нужно держаться в вечной жизни. А какой главный признак того, что я имею жизнь вечную? На основании этого стиха знаете, какое? Истинная любовь. И выражение этой любви. В первую очередь, я подчеркну, в первую очередь, своим братьям и сестрам по вере. Скажите, аминь, если вы понимаете. Речь идет о братьях, даже не кровных, а духовных, которых строгнила кровь Иисуса Христа. Какой главный признак того, что я спасен? Не мурашки. Искренняя любовь к своим братьям и сестрам, к единоверцам. Каин убил брата. Новый Завет говорит, тот, кто ненавидит, есть человек-убийца. И никакой, ни один человек-убийца, то есть ненавидящий, не имеет жизни вечной. Это серьезно. Это серьезно. Держись в вечной жизни. Как? Первый признак. Люби брата и сестру. Люби. Я верю, что Бог нам может помочь в этом. Главный признак шаткости нашего спасения это нежелание проявлять чувство любви к своим братьям и сестрам. Это признак шаткости спасения. Красноречие тут не имеет места. Это гораздо глубже в основной церкви. Искренне любить братьев и сестер. Если этого нету, это уже сигнал о том, где я сегодня нахожусь. Давайте мы откроем еще одно место писания и будем молиться. Это Гаватам 5 глава. Здесь идет речь о настоящем также поле битвы. Мы подвязаемся против мира, против дьявола и также против плоти, которую мы везде с собой носим, которая всегда с нами, от которой никуда не деться. вот это самое такое знаете ярое место сражения внутри меня, внутренний конфликт, дух и плоть друг другу противятся. Тьма и свет, битва кипит, тьма и свет, кто устоит, тьма и свет, сомнений нет, Бог есть свет, Он устоит, Он победит. Внутри меня плоть и дух, кто устоит. Битва реальная, накаленная, серьезная, неподдельная, ненаигранная, она вот у каждого верующего человека. И смотрите, что здесь написано, 5 глава Галатам. 16 стих, я говорю, поступайте под духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом вводитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Тому подобное. Есть много, что входит в этот список. Он просто это все связал в тому подобное. Места бы не хватило в послании Галатам написать и перечислить все детали, что Бог подразумевает под тем подобным. Вы понимаете? И тому подобное. На этом лист не заканчивается. Предваряя, что поступающие так, Царствие Божие, не наследуют. Плод же Духа любовь. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые христовы, распяли плод со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друга раздражать, друг другу завидовать. Речь идет опять о чем? Об отношениях братских и сестринских в теле Господнем. Амин. Помимо моей личной святости, помимо моего личного хождения перед Богом, еще есть что? Отношения. И здесь он суммирует это все и говорит, что все эти вещи, все эти дела, плоти или проявления плодов Святого Духа, они больше всего работают в атмосфере, где есть множественное число, где есть мы, а не только я. Аминь. Вы знаете, и вопрос, ты мне друг или сосиска? Кто сосиска, кто друг? Написание говорит, друг друга не будем раздражать. Если друг, то не будем раздражать друг друга. Друг сосиска, это другие отношения. Я утрирую, друг перед другом не тщеславится, друг перед другом. Но мы даже более того, мы братья и сестры во Христе Иисусе сродненные не просто по им наименованию, а его святой пролитой кровью. Это очень важная деталь. Не просто название, а реальный акт жертвоприношения со стороны Сына Божьего. Принес самого себя в жертву, чтобы сроднить в себе, самому разрушить стоячую посреди преграду, расовую, этническую, национальную и так далее и тому подобное, межрелигиозную. Амэн. Его кровь сроднила нас. И в заключении, просто давайте размышлять еще будем в отдельности каждой, почитаем эти места Писания. Нет времени просто идти дальше. Мы будем сейчас молиться. В заключении хочу сказать. Вы знаете, когда мы идем в мол, допустим, там такая доска, скажем, там карта мола, мол большой, да, и картой на карте показано, обычно это звездочкой обозначено, и рядом со звездочкой написано ты здесь, you are here, так, чтобы ты мог сориентироваться, куда тебе идти, в каком направлении. Амэн. Вот послание Галатам это звездочка, это ориентир духовный, где я нахожусь. Не мои видения, мурашки и привидения. А живу я по плоти или по духу? Амэн. Это духовный ориентир, где я, на каком я пути, на какой стезе я нахожусь в Боге. Поступающие так, Царствие Божие не наследует. Поступающие так, распяли плоть со страстями и похотями и не позволили плоти распять себя. Амэн. Знаете, часто у харизматов, коим я себя причисляю отчасти, знаете, хорошие и положительные выписки из Писания. И это надо. И это надо. Нам надо знать Божие обетования, потому что это сильнейшее оружие против врага, против его обвинений, когда он выносит прошлое на поверхность и так далее. Я новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло, теперь все новое. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться, ни одно оружие направленное против меня не будет успешно, я и мой дом, мы будем служить Господу. Это важные провозглашения. И часто они служат напоминаниями в отдельных местах нашей квартиры, где кто-то на холодильник магнитиком крепит и так далее, и тому подобное. И это важно. Но знаете, что еще важно? Я помню, в репцентре как-то мы сделали такой, взяли лист ватмана и повесили его на кухне. Этот лист разделили, расчертили пополам. С одной стороны, мы написали дела плоти и перечислили слово в слово дословно все, что говорится в Галатах. И с другой стороны, мы написали в другой колонке плоды духа. Их меньше, но они настолько сильные и настолько важные. И всегда можно было подойти к этому листу ватмана и просто посмотрев туда, взглянуть вовнутрь и оценить, сориентироваться, где я нахожусь. Для этого нужно лишь одно искренность и честность перед Богом и самим собой. Амин. Я думаю, что это важные ингредиенты, чтобы нам не сбиться с пути. С искренним Бог поступает искренне, а с лукавым по лукавству его. Вот почему даже у такого, как Давид, получалось побеждать и восстанавливаться. Давайте мы встанем. Кто-то скажет, это сложно, большинство так не живут. Правда. Кто-то скажет, большинство в церкви так не живут. Правда. Но скажите, большинство за тебя умирало. Большинство кровь пролило. Большинство оставило престол и пришло, чтобы спасти. Зачем нам большинство? Нам нужен Господь Иисус. Он никогда не сказал следуй за большинством, Он сказал следуй за мной. Даже если ты один остался, следуй за мной. Продолжай, даже если никого рядом не видишь, следуй за мной. Я тебя не подведу. Я с тобой. Если ты рядом, если ты ноль, я один, то нас уже десять. Амин. Амин. Продолжай с Господом. Не смотри на большинство. Не поддавайся на провокацию большинства. Те, которые еще сегодня не поняли. Те, которые сегодня не обуздывают языка, а тараторят. Не будь жертвой. Не поди в обольщение, в обман дьявольский. У Господа все взвешено. С Господом. Даже если только с Ним одним. Лучше. Амин. Чем с большинством. Познание Бога нам поможет преодолеть личное отношение с Ним. Амин. Вы помните быструю историю вкратце. Я должен это сказать. Для кого-то. Гедеон. Помните? Когда Бог сказал, иди и победи Мадеонитян. Ты сильный. Муж сильный. Помните историю? Гедеон. Я сильный-то сильный, но мне как бы и силы неплохо. 30 тысяч как созвал? Я готов, Бог. Посылай. Бог говорит, многовато будет. Скажи, кто не хочет, кто здесь так просто отметится, пусть идут домой лучше. Кто не хочет, идите домой. 20 тысяч как и не было. Да, ну так сразу бы и сказал, а то я уже это. Осталось 10 тысяч. Бог говорит, многовато будет. Слишком много, чтобы моя слава была явлена. Веди их к воде и наблюдай, как они будут пить. Те, которые с головой прямо туда нырнут от жадности, их не бери. А те, которые возьмут так, знаете, правильно, как воспитанные еврейские мальчики, почерпнут и с ладошки будут пить. Вот этих поставь особо. И представляете, из 10 тысяч только 300 человек пили правильно. Это было меньшинство. 9 тысяч 700 и туда. Жадно. Почему? Не хотели себя в руках держать? Может быть, жаждали сильно, пока эти сборы, придите, отойдите, мало, много. Я пить хочу. Я хочу пить. И все. 300. Не смотрели. Я понимаю, как этим 300 было, знаете, как говорят, не в жилу. Представляете, 9700 ныряет, а они стоят. И где-то друг на друга смотрят, там, через какое расстояние, думают, да что я из себя делаю? Давай я тоже нырну. Ну, что я из себя здесь отличника корчу? Все ныряют. Да давай я нырну, ну, подумаешь, умирать так с музыкой. За компанию весело было. Никто из них не предполагал, что то, что они займут твердую позицию своих убеждений, сделает их национальными героями. Вы смотрите, те 20, которые сразу отошли, возвращаются домой, и их встречают жены. Мой герой, что? Не, не воевал? А, ну, ясно. А5-25. Те 9700, которых попозже отправили. Ну, что, как вы там, мадьянитян, поразили, да? Да не, мы не воевали. А, герой. И 300 вернулись с триумфом, с победой. Потому что правильно себя повели и не позволили большинству повлиять. Никто из них не думал, что вот этот акт, вот таким образом пить воду, сделает их великими. И знаете, что самое интересное? Они даже не воевали. Они просто были послушны Господу и Гедеону. А Бог их поставил особо и почтил. Поэтому не надо идти за большинством. Надо идти за ним и за тем драгоценным благословенным словом, которое никогда не стареет и никогда не изживается, которое вечное. И мы будем победителями. Амэн. И врата небес нас будут встречать как тех трехста, трехсот, пусть немного, но ценно. Халлелуи. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот вечер прекрасный. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь. Мы благодарим Тебя за Слово, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за мудрость Твою. Мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь нас учить и воспитывать. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты делаешь нас сильными и крепкими. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы дороги сегодня в глазах Твоих. Ты взялся за нас, Ты изменяешь нас, Ты лепишь из нас. То, что Ты желаешь, Господь, и пусть мы сегодня говорим «Да и аминь, Господи!» Продолжай то, что Ты начал. Господь, прости нас, когда мы слишком торопимся с выводами. Прости нас, Господь, когда мы бежим на поводу плоти и не останавливаемся на путях и не задумываемся, Господь, в том ли мы направлении движемся. Господь, прости, когда суета поглощает нас, Господь, и мы периодически не останавливаемся просто подвести какой-то анализ, проделать, Господь. Прости. И мы благодарим Тебя, Господь, за сегодня, за слово, за, Господь, этот вечер, за это служение, Господь, за эту остановку, за эту паузу, Господь, которую мы сейчас просто берем, Господь, в своем сердце. Мы просто просим, чтобы Ты омыл нас очистил от всякого греха, чтобы Твоя кровь очистила нас, сделала белее снега. И, Господь, чтобы Ты дал новые силы, свежие силы идти дальше, Господь. Иисус, я прошу, чтобы Ты, Господь, послал Духа Святого в каждую ситуацию, где сегодня Ты крайне нужен нам, Господь. В отношениях, Господь, в разных притирках, конфликтах, особенно между братьями и сестрами, Господь. Пусть уйдет ропот, пусть уйдет, Господь, злословие, злоречия, клевета, распри, ссоры, разногласия, Отец. Пусть придет единство, пусть придет сплоченность в духе. Господь, пусть здесь Тебе будет хорошо, Господь, среди нас и нам хорошо друг с другом во имя Иисуса. Господь, пусть маленькие вещи, они нас не сбивают с пути, даже если такие есть и были и будут. Мы знаем, Господи, но знаем, что мы с Тобой можем преодолеть с помощью Твоей, Господь. Ты нас поддержишь в пути, Ты не позволишь ослабеть и упасть, и мы благодарим Тебя, Господь. Поэтому сегодня, Отец, мы, Господь, поднимаем наши руки просто в знак согласия перед Тобой. Господь, мы берем Тебя за руку, Господь, и Ты нас веди дальше по этому пути. Господь, мы не хотим совращаться, мы не хотим тормозить, мы не хотим сбиваться, Господь. Мы не хотим идти по пути Каина, Господь, по пути тех, кто не угоден Тебе. Господи, помоги пройти до конца достойно, Господь, держать прямо, Господь, свое лицо, свои ресницы прямо, Господь, прямо на курс, который Ты предназначил, Господи. Ты призвал нас к вечной жизни. Ты сделал нас больше, чем победителями во Христе Иисусе, Господь. Да будет воля Твоя, да будет да и аминь, и мы все сможем преодолеть силу возлюбившего нас Иисуса Христа. Господь, помоги сегодня церкви Твоей, подними, Господь, и злей благодати Твоей, пусть она укрепит сердце. Помоги простить, кто Господь не может простить. Помоги отпустить, Господь, кому сегодня тяжело отпустить. Господи, во имя Иисуса, Господи, пусть Твоя кровь, она еще раз примирит, Господь, пусть она еще раз соберет, войди на Господь, сделает целостными, Господь. Единство Духа в союзе мира, Господь, в Твоей созидающей силе, в Твоей любви, Господь. Во имя Иисуса мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, мы отпускаем обидчиков, мы отпускаем Господь во имя Иисуса. Сегодня, Господь, пусть Твоя слава придет в нашу жизнь. Пусть Твое сияние придет, Твоя благосклонность. Призри, Господь, сегодня, как Ты призрил на Авеля, Господь. Призри сегодня во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебя за все, Иисус. Благослови, Господь, пастору. Благослови, Господь, каждое служение. Благослови нашу церковь, нашу семью. Благословенную, святую, Господь, драгоценную во имя Иисуса. Благодарим Тебя. Слава Тебя, Господь. И все Божьи дети доскажут Аминь. Крепко обними рядом стоящего. Халлилюя. Халлилюя. Если в этом зале есть люди, кто бы хотел отдать свою жизнь Господу Иисусу, мы можем вместе помолиться. Халлилюя. Слава Тебе, Господь. Будьте благословены с миром Божиим. Приходите в субботу в 10.30, приводите друзей, знакомых во имя Иисуса. Будьте благословены. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова